Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками в синем углу ринга. Боец, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов, 650 граммов, возраст 27 лет. Финалист турнира Колизей 5, чемпион Гран-при Pro FC. Шесть побед, три поражения из города Брянск, Россия. Приветствуйте, Юрий Изотов. В красном углу ринга, боец, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов, 150 граммов, возраст 22 года, чемпион Краснодарского края по ММА. Три победы, одно поражение из города Новороссийск, Россия. Приветствуйте, Камрян Абаса. Рефери в ринге Антрий Ковалев. Соблюдаем правила. Внимательно слушаем мои команды. Напоминаю, что головой, локтями бить запрещено, как в стойке, так и в партере. За каната не хватаем. По правилам соревнований три предупреждения от дисквалификации. Удачи обоим. По углам. Сурово, но справедливо, как говорится. Юрий Изотов и Камран Абасов. Представитель Новороссийска, прошу прощения, против представителя Брянска. Причем у Зотова-то мы знаем. Ну, во-первых, чемпион Гран-при про ФСИ, так, между прочим. Во-вторых, финалист турнира Коризей 5. 27-летний известный боец уже. Против Камрана, 3-1, 22 года, чемпиона Краснодарского края по ММА. Юрий Изотов известный боец российской публики. И помним его бои в про ФСИ, Дмитрием Кромом. Представитель брянской школы. И знаем мы отличных бойцов, как и Виталия Минакова, сынового зала, и Николая Алексахина. И вот сейчас попытка сближения. Прихватил гильотинку сейчас Абасов, но не получилось. И хорошая серия выходит. Бюро, он, знаете, так хорошо грызнулся с места. Длинный такой серийный с рук. Попал. Показалось, что больше споткнулся сейчас Юрий Изотов. Но очень сумбурно начали поединки оба бойца. И посмотрите, как вот Абасов очень агрессивно и дерзко начинает. И пока что владеет определенным преимуществом над более опытным соперником. Ну что, есть, есть прихват. Взялся за шею. Прихватил неплохо, но не зафиксировал ногами, не создал натяжения. Я думаю, Юрий сейчас освободится из этого захвата. Все к этому идет. Ну да, еще одна рука уже выскочила. Так что, в принципе, наверное, по этому эпизоду все. Но для Юрия, знаете, такое начало, прямо скажем, обескураживающее. Что сейчас он пропустил длинную серию сбоку. Ну, Юрий опытный парень. И я думаю, сейчас немножко прочувствует своего соперника. И первый вот этот кураж уйдет. И уже более методично будет работать и спокойно. И стоит отметить, что это Брянский. Там очень хорошая школа именно самбо. И ребята практически все выходят из сабада. И мы видим, что у него физическая сила борца именно базового. И хороший контроль позиции. Сейчас перешел на положение маунт. Зафиксировал соперника. Ну, вот как раз оттянуть соперника от себя. Постучать немножко по голове. И вот сейчас, может быть, уже плохо. Он успокоится. И первый порыв Абасова сдержал. И сейчас, я думаю, что все идет к заключению поединка. Я думаю, если... Причем его сейчас так не бьет особо акцентированно. Так, скорее пробует. И пытается сбросить. Ну, почти получилось, надо сказать. Не хватило до физической силы, либо рывка. Сейчас хорошая попытка именно бэкмаунта. И растянулся у соперника Изотов. Протаскивает ручку. Очень хорошая позиция именно для удушающего приема сзади. Но проворачивается сейчас Абасов. Ну, все. Спокойно бьет. Никуда не торопясь, так знаете. Выцеливая скорее удары. Выборочно. Молодец. Хитрил. Сейчас развернут. Очень много сил сейчас Абасов тратит. И вот эти попытки ухода и попытки мастить. Очень много сил отнимают, потому что на тебе сидит соперник. И дерется. И дерется. И приходится работать всем телом. И вестибулярный аппарат непривык находиться в разных уровнях. Пока не очень точный Изотов выполняет добивание. Ну, такое ощущение, что не торопится. Такое, знаете, очень ленивое добивание. Я все термин искал. Он вот так буцкает. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Набил-набил-набил-набил-набил. Он вес вообще не включает. Бьет руками, обратите внимание. Да, он не вкладывается. Вот, пожалуй, был первый удар такой. Второй удар. И сразу отдал спину. Такое чувство, что он просто искал ошибки соперника. Ставил соперника в некомфортное положение. И искал, когда он ошибется. И сам даст возможность выиграть досрочно именно Изотову. Ну, в общем, да. Юра сейчас так забивает довольно свободно. Причем и не угрожает позиции Абасов Юрия Изотова. И нет возможности улучшить свою позицию Абасова. Он просто принимает все удары либо по защиту, либо пытается бить снизу. Что, прямо скажем, не самое блестящее. Да, и 40 секунд до конца поединка, я думаю. Ну, пока первого раунда. Давайте не сбегать. Да, извините, что. Распешу. 30 секунд. Надо терпеть. Надо работать. Надо что-то делать самому. Да какая стойка? Вы что, побудьтесь Бога. Ну, да. Редкое зрелище, когда смаунта поднимает и когда идет активная работа. Ну, и что, сейчас будет пытаться проводить прием. Все, попытка вставить руку не пошла. Ну, ладно, будем еще немножко побьем. Уже разбил очень сильно. Вот эти кажущиеся легкие удары, но вот он включает вес там, где надо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это уже плохо. Причем он бьет, обратите внимание, выцеливает височную кость рядом с глазом. И, конечно, просто забивает время на самом деле. Да, я думаю, концовка раунда. И в конце хорошо. Он придерживал левой рукой за шею. Посмотрите, там. И вправо очень тяжело разбивал. И хоть удары не быстрые, но чувствуется тяжесть такие именно. Изотов молодец. Прям звереет. Хорошее выражение лица. Знаете, кого я напомнил? Нашего общего друга и знакомого Анатолия Покровского. Толик на крайний турнир, который на оплот он вышел. Такой был нормально, уже заряженный. И показал, в принципе, ну, хорошо подрался. Да, Толик может себя завести по ходу поединка. И чего у него не отнять, это вот инстинктов именно вот этих вот звериных, да. И агрессию он любит именно эту волну. И чем Толику... Тем ему сначала, чем хуже, тем лучше такое ощущение. Да, да, да. Тем сильнее он заводится. Алексей, попробуйте его в следующий раз в раздевалке там пощелкать. Ну, ну, лишний раз. Может, лазвереет прям до начала еще? Ну, Толик на самом деле такой очень веселый человек. И добрый. И в плане в раздевалке всегда и шутит. И поэтому, видно, тяжело психологически заводиться после первого раунда. Старается только включаться. Вообще, на самом деле, Юра, вот этот бой, такое ощущение, что подавил оппонента классом. Кемрант вполне начал в себе бодро. Бодро, хорошая комбинация ударная. В принципе, то, что те попытки Юрия перевести его в партер, которые были после этой комбинации, в общем, они были довольно вялые. И после этого посадил на себя в маунт. И дальше Изотов начал его убивать. И убивал его, ну, без малого, весь оставшийся раунд. До концовки просто уже трамбовал. Ну, стоит отметить, что Абасов начал с такого блицкрика. Постарался прямо вот с первой секунды взвинтить темпы и взять напором на более опытного соперника. Но Изотов вытерпел этот напор и просто разбил своего соперника и сделал свою работу именно сработал, как опытный боец в этой ситуации. Да, все правильно. Все так и есть, как вы рассказываете, Алексей. Конечно, вот то, что сейчас уголы подсказывает Кемрану, не надо ни в коем случае с ним лезть, бороться. В борьбе слабее, причем слабее очевидно. А в стойке, ну, под опущенные руки можно-то и попасть. Я знаю, что это полное ощущение, что Кемран уже опасается, побаивается. Просто остались и силы еще у Абасова на ударную технику в стойке в борьбе. Не имеет он преимущества над своим соперником. Но видно, что Изотов подуставлен бы недооценивать, если он такие невзрывные входы происходит. Хорошо. Подустали оба бойца и затяжные атаки. Да, они такие, они сильно затяжные с точки зрения именно моторики. То есть они так тянутся до соперника, соперники друг до друга. Причем Юра сейчас начинает еще и за оппонентом гоняться. Не обрезать ему траекторию, а именно бегать. Ну и бьет с места опять-таки. Попал. Да, очень тяжело пока что на руках. Хорошо сейчас попадает Абаса с правой ручки. Отходил по прямой, отпустил руки сейчас Изотов. Знаете, у меня полное ощущение, что Юрий не подошел в нормальных кондициях именно к поединку. Откровенно устал после первого раунда. Хотя, в общем, какой-то сверхработы с точки зрения выносливости. В общем, нет. Попал бэкфист. Да, очень непривычно видеть Изотова именно тяжело дышащимый в бою. Обычно он в очень хорошей форме подходил. Не знаю, может, недооценил соперника или тренировочный лагерь как-то не так был составлен. Может быть, сошел, может, травма. Может быть, травма. Где-то не восстановился. Может быть, мало времени на подготовку. Пошел в размен. Молодец сейчас. Тем рано, видимо, почувствовал, что в ударке счастья можно попытать. Но вот сейчас с четвертой или пятой попытки все-таки получилось перевести своего соперника. Слишком Аббасов заигрался. И вот мы видим дежавю первого раунда. Ну да, и понеслась дальше. Хорошо сейчас, кстати, вот эту серию включил. Поджать руками. Да какой там встать, я думаю, что через какое-то время это можно будет останавливать. Я думаю, Юрий сейчас будет пытаться завершить поединок досрочно, потому что очень мало сил у него остается. Видим, что много пропускает. И я думаю, он сам понимает, что третий раунд может не в лучшую сторону сказаться. Ну, если вообще выйти. Да, и я думаю, сейчас будет доводить поединок до логического завершения. Причем даже обратите внимание, удушить не пытается, просто бьет. Уже очень сильно добивает, уже очень сильно рассажен практически его соперник. Я думаю, что в принципе уже есть основания у судьи остановить поединок, потому что слишком... Ну, пока двигается. Именно желание продолжать поединок сейчас у Абасова нету. Ну, вы же знаете, как это бывает, Алексей. Сейчас остановится судья поединок, потом угол будет возмущаться. Да ладно, да он в третьем раунде еще вышел. Сейчас попутка болевого на руку. Да, сразу, сразу получилось. Ну, видимо, добил до потери кондиций. Там уже даже не пытался он бороться за замок никаким образом. Я имею в виду Кемрана. И Юра здесь на опыте, на классе. Потому что физические кондиции, конечно, далекие. Это идеально. Ну, конечно, на удивление тяжелая победа Юрия Изотова. Я думаю, все будет намного проще. Но стоит работать просто над кондициями. И как-то, я думаю, посерьезнее вас рассматривать своих соперников. Да, какие бы они ни были. Ну, а за Кемраном можно сказать то, что... Есть терпение, есть понимание, чего ты умеешь, чего ты не умеешь. Но где-то, видимо, ну, может быть, данные оппонента сыграли. Потому что, в принципе, ничего такого сверх для себя, может быть, непобедимого. Ему Юрий на данный момент, в общем, и не предлагал. Проходы, ну, не сказать, они были сверхбыстрыми или сверх какими-то техничными, да. В ударной технике тут еще вопрос, кто был интереснее. И на мой вкус Кемран все-таки был интереснее. Да, и в целом по картинке он намного интереснее в некоторые моменты смотрелся, чем его более опытный соперник. Но не хватило опыта и физики, а Изотова это вагон, и поэтому оказался победителем. Ну да, и того, и другого. Плюс Юра очень жестко по нему отработал, конечно, концовку первого раунда. И выбил, может быть, как раз остатки кондиции. Вот так можно сказать. Так что для опытного бойца этот поединок получился. Ну, в общем, получился. Досрочная победа есть досрочная победа. Тут никто ничего не скажет. Ну, а Кемран он серьезно работал над ошибками. Плюс, конечно, после подобной взбучки ему придется приличное количество времени восстанавливаться. Ну, определенно, ему нужно взять паузу и доработать свои минусы, если он хочет расти дальше и побеждать таких соперников, как Юрия Изотова, а не оставаться на том уровне, на котором сейчас он находится. Ну да, сейчас официальное решение. Бойца пока приводит в себя, чтобы он мог выйти на официальное объявление результата, которое будет уже вот-вот. И выйдет ли, кстати. Нет, видимо, истощение слишком велико. Много тяжелых ударов он пропустил на себе и накопилась усталость, я думаю. Ну, это опять тоже, да, и можешь стоять, Алексей, я могу у вас спросить, у вас были ситуации, когда вас били, и били довольно тяжело? Да, были, и проигрывал. Ну, вот были, вы после этого выходили, руку подавали, все равно же подавали. Старался всегда, да, да, не было таких ситуаций, чтобы не было силы, да, не в таком состоянии. Ну, это тоже показатели, это также тоже запоминают спортсмена. Сделал он, не сделал. Ну, понятно, что когда там сверхтяжелая травма или человек в глухом нокауте, то ему там не надо никуда уходить, надо в больницу ехать, лежать аккуратненько, желательно ровненько. Да, воля случая, конечно, и там можно вообще легкий удар пропустить и травму нанести большую. Но лучше стараться вообще не попадать в такие ситуации, когда по тебе бьют, максимально обезопасить себя. Дамы и господа, в этом бою на третьем месте 20-й секунду этого раунда. Да. Болевым приемом на руку победу одержал боец в синем углу ринга Юрий Изота. Болевым приемом на руку победу одержал боец.